Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. На 10-й станции Большого Фонтана прогремел взрыв. Есть пострадавшие. Инцидент произошел в ванном переулке, недалеко от расположенного там ресторана. На территории заведения повреждена беседка. В результате взрыва резаную рану предпречья получил мужчина. Медицинская помощь ему была оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался. На спецлинию 102 в 11.40 поступил сигнал, что по ванному переулку примерно в 11.25 произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. На место выехал взрывотехнический отдел. Также на месте работает следственная оперативная группа. В настоящее время проводятся неотложные мероприятия по установлению очевидцев взрыва. На данное время пострадал один человек, у которого есть касательное ранение руки. На месте ЧП работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Одессе за выходные патрульные задержали 20 водителей, севших за руль пьяными. В частности, в ночь на воскресенье на улице Академика Королева полицейские обратили внимание на маршрутный автобус, который проехал перекресток на красный свет, а затем водитель не выполнил требования об остановке и попытался скрыться. Нарушителя догнали на улице Левитана. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердил алкотест. 1,63 промилле. Пассажиров в маршрутке не было. В тот же вечер патрульные получили сообщение о неадекватном водителе Тойоты, который разъезжал по территории сквера Гамова, где в это время проходил детский праздник. Патрульные остановили машину и задержали водителя. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. На нарушителя составили админпротокол. Автомобиль эвакуировали на арест площадку. 459 временных сооружений, которые были установлены без разрешения, либо нарушали эстетику городской среды, были демонтированы в течение двух последних лет. Об этом сообщили специалисты в ходе аппаратного освещения в мэрии. В частности, продолжается благоустройство территории для торговли на площади Деревянка, подчеркнул городской голова Геннадий Труханов. Наводим порядок на площади Деревянка. Вы помните, на иска карабина, какой был ужасный рынок свит? И что там сегодня предприниматели? Переговоры с предпринимателем позволили нам добиться первое, что для города благоустройство – благоустройство. Это совершенно другой внешний вид, совершенно другие условия для работы предпринимателей. Особенно это касается тех объектов, в которых ведется торговля продуктами питания и так далее, где соблюдены санитарные нормы и так далее. Серьезная работа по наведению порядка проводится и на парковках города. На аппаратке напомнили о том, что теперь составлять админпротоколы на водителей, которые припарковали автомобиль с нарушениями, могут не только полицейские, но и сотрудники Департамента муниципальной безопасности. В скором времени они получат и доступ к соответствующим базам данных системы МВД, подчеркнули специалисты. Нам предстоит большая работа в 2019 году в этом направлении. Но теми возможностей, которые есть у нас сегодня уже, нам необходимо эту работу начинать, как говорится, с Нового года. Нам необходимо будет серьезная проработка с депутатским корпусом, с общественными организациями, потому что основным условием успешного наведения порядка по парковке в городе, обеспечивании стоянок качественным, разгрузки центра города – это будет восприятие и помощь нашей громады. Из-за беспорядочно припаркованных автомобилей образуются транспортные заторы, а общественный транспорт теряет возможность двигаться по расписанию, отметил городской голова. Если мы будем жить по правилам, я не буду существовать, я не буду соблюдаться, не будет пробок, и общественный транспорт будет ходить качественно, по графику, вовремя, а не обижать те машины, которые паркуясь, для того, чтобы зайти в магазин и бросая машину на проезжей части, останавливая движение всего городного СОО, в частности троллейбуса. Ни о каком движении по графику уже не может быть и речи. Потому что, как вы понимаете, троллейбус привязан к контактной сети, и он объехать и переехать не может. Ситуацию, которая сложилась в больнице номер один, еврейские, прокомментировали чиновники. В течение последней недели в связи с похолоданием мы наблюдаем поступление пациентов в безопределенное место жительства, с обморожениями, то есть увеличение количества пациентов, которые поступают в стационар. До 14-го числа было закрыто на дезинфекцию, помывку, такое же аналогичное отделение в 11-й больнице. Поэтому все пациенты из города шли в еврейскую больницу, в ГКБ номер один. И, естественно, получилось, что там скопилось, скажем, большое количество больных. Часть больных уже были переведены на недели с 14-го по 20-е, были переведены в 11-ю больницу. И вчера еще часть больных были переведены. И для того, чтобы отделение смогло войти в свой обычный штатный режим, мы прекратили госпитализацию. Туда сняли госпитализацию пациентов с этого отделения на двое суток. Ну и мы будем видеть, вот на сегодняшний день, там уже на 40 коеках 39 больных. Бездомные, которые поступают в медучреждение, проходят надлежащую санобработку, отметила специалист. Те пациенты, которые поступают на лечение в ГКБ номер один, именно для лечения, проходят санобработку, моются. И от этой работы наши санитарки и младшие медсестры не отказываются. Они моются, обрабатываются и поступают в отделение. В соответствующее отделение по профилю для лечения. Еще одна актуальная информация о ситуации на одном из пляжей Аркадии, где среди зимы на песке построили деревянный настил. В ходе постоянных проверок в пятницу силами департамента была обнаружена незаконная стройка по производству настила. Произведена встреча с арендаторами и с пятницы на субботу данное строение было демонтировано. 22 января, в день Соборности Украины, в Одессе состоится церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко. В связи с этим движение транспорта на прилегающих улицах будет временно ограничено. На время проведения торжественной церемонии возложения цветов с 9, 40 до 10, 20 временно будет прекращено движение автотранспорта на участке от дома номер 24 до дома номер 36 по улице Морозливской и в Сабанском переулке, сообщили в пресс-службе горсовета. Водителей просят учитывать это при формировании планов передвижения. В центре города столкнулись два Ниссана, есть пострадавшие. Авария произошла в понедельник утром на пресечении улиц Греческой и Преображенской. Водитель такси Ниссан Цедрик при повороте налево не пропустил ехавший навстречу Ниссан Лив. В результате столкновения водителя одного и пассажира второго авто с травмами госпитализировали. В Суворовском районе в результате столкновения двух авто пострадала женщина. Дорожное происшествие случилось в воскресенье вечером на Николаевской дороге. Водитель автомобиля Сеат не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль Черри. Пассажир Черри получила травму. Ее увезла скорая, сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Вспышка корей в Килийском районе. На утро понедельника в селе Шевченково 48 заболевших корей детей. Как выяснили специалисты, заболевшие дети были непривиты из-за религиозных взглядов их родителей. Двоих детей в состоянии средней степени тяжести доставили в инфекционную больницу. В учебных заведениях села и в детском саду введен карантин. По словам медиков, болеют в основном невакцинированные дети. Эти все дети, заболевшие, непривиты. И этот случай, завозной, приехал больной ребенок вместе с родителями на новогодние праздники и был здесь. И эти все семьи, а у нас на сегодняшний день поражено 9 семей, дети семьи многодетные, и они все верующие. И отказываются от прививок, буквально от всех прививок, по религиозным своим соображениям. Все буквально, которые именно в данном поселке, в селе, там живут, были на службе. И там было более 300 человек, в том числе и дети, и взрослые. И с учетом того, что дети, буквально все дети непривиты, можно предполагать, что эпид-процесс, то есть заболеваемость этими 48 случаями будут непосредними. Для того, чтобы предотвратить последующие случаи заражения, в поселке проводится профилактическая вакцинация, отметили специалисты. Сегодня идет иммунизация всех детей, которые родители соглашаются, и проводится дополнительная иммунизация. Идет иммунизация учителей, воспитателей, сотрудников школ, для того, чтобы, в общем-то, сохранить здоровье именно преподавательскому составу. Ну и уже есть дети, у которых какие-либо первые клинические признаки есть, то есть количество заболевших будет увеличиваться. Многие родители, опять-таки, по религиозным соображениям, отказываются не только вакцинировать детей, но и госпитализировать их, сообщила специалист. Вакцина есть, лекарственные препараты там есть. Сейчас как раз с департаментом решается этот вопрос, если есть необходимость. Разворачиваются дополнительные койки, то есть кроме инфекционного отделения. Но беда в том, что родители отказываются от госпитализации. То есть практически сейчас организованы стационары на дому. И плюс ко всему, конечно, там есть контакт еще тех детей, которые, в общем-то, есть в этих семьях. Обходы домов медиками в поселке Шевченко будут проводиться каждый день. Также специалисты намерены пообщаться с местным пастором и попросить его не проводить собрания верующих в период болезней. А также повлиять на родителей, чтобы те соглашались на госпитализацию их детей. Одесская область вместе с Черниговской, Житомирской и Сумской входит в число регионов Украины, где сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом в этом эпидсезоне. Медики рассказывают, с октября 2018 года в нашей области гриппом переболело 186 тысяч человек. Это практически 8% всего населения Одесского региона. Вирус гриппа активно проявил себя в конце 2018 года. До этого эпидпорог в этом сезоне превышен не был. Большинство заболевших гриппом – это дети, рассказывают специалисты. Госпитализация у нас остается очень высокая. И в основном, конечно, эти дети. И вот 5,5 тысяч у нас прошли госпитализацию, начиная с эпидсезона. И в основном это до 70% все-таки это госпитализация среди детей. Основной вирус гриппа – это H3N2. И из всего материала, который приходил в вирусологию, 86% подтвержден именно вирус гриппа H3N2. И остальное уже H1N1. Интенсивного превышения эпидпорога на сегодняшний день нет, говорят медики. Но это только благодаря продлению каникул, считают специалисты. И ожидают увеличения числа заболевших уже к концу этой недели. Мы ожидаем подъем заболеваемости. Начиная вот эта неделя пошла, к концу недели инкубационные заносы в организованные коллективы, особенно в школы, пойдут. И уже к концу недели пойдет интенсивность эпидпроцесса. То есть будет идти расти уровень заболеваемости. Основная масса населения лечит грипп на дому, рассказывают медики. Но специалисты призывают горожан быть бдительными. Ведь в этом году грипп протекает достаточно тяжело. И нередко с осложнениями, такими, как пневмония и бронхит. Я хотела бы именно обратиться ко всем с учетом того, если в первые трое суток состояние не улучшается, температура не снижается, и если она подходит до 38 и сохраняется и кашель, и насморк, головная боль, особенно кашель и все, то вы должны знать, что это очень плохо. И здесь нельзя ни в коем случае продолжать самолечение. Вирусная инфекция, вирусы подготовили именно организм для того, что когда присоединится бактериальная, она сработает сразу же. То есть бронхиты, пневмонии вызываются именно бактериальной микрофлорой. Особенно по поводу детей. Обязательно врача на дом, если плохо, скорая помощь и госпитализация. Нельзя ни в коем случае надеяться на свои силы. Всего по Украине на сегодняшний день зарегистрировано 19 летальных случаев от осложнений после гриппа. При этом, рассказывают специалисты, прививок от этого заболевания в нынешнем эпидезоне было сделано крайне мало. В случае появления первых симптомов заболевания, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Как правило, родители знают, что делать в таких случаях. А вот различные детские травмы могут застать врасплох. Особенно, если речь идет о травме глаза. Куда обращаться? Какими должны быть первые действия взрослых? В этом случае, после новостей в программе «Тема дня» рассказывает старший научный сотрудник отдела офтальмопатологии детского возраста Института глазных болезней имени Филатова Светлана Тронина. В Институте очных хвороб имени Филатова также на процессе всего периода существования Института организована ургентная допомога при травмах, опеках, будь-яких гострых заболеваний ока. Тобто, целодобово в институте працює черговий лікар, який оглядає хворого, який звертається до институту. На дому чергують травматологи, які приїжджають у випадках травми, оглядають… Да, негайно, ургентно. Стационар також приймає хворих цілодобово за необхідності. І зрозуміло, якщо це травма, якщо це відкрита рана ока, то хірургічне втручання здійснюється негайно, буде третій час на відкриття. За сутки подразделения ГСЧС пять раз привлекались для оказання помощи населению на автодорогах Подольского, Березовского, Любашовского і Беляєвського районів, сообщили в пресс-службі ведомства. В общій сложності со скользких участков за минувшие сутки отбуксированы два легковых, два грузовых автомобиля і один микроавтобус. Помощь оказана 18 жителям регіона. Непогода внесла коррективи в роботу ряда портов Одесского регіона. Были введены ограничения на грузовые работы в связи с туманом. Помимо этого для судоходства закрыты Херсонський і Букско-Днепровсько-Лиманский морські каналы. 21-22 января синоптики прогнозирують в регіоне осадки, мокрый снег с дождем. Во вторник ожидается пониження температуры до 3-5 градусів мороза. Всю неделю погода в Одесском регіоне будет неустойчивой. Атмосферный фронт принесет на север области снегопады и метели, на юг – мокрый снег с дождем. 22 января пасмурно. В Одессе без существенных осадков. По области во второй половине дня небольшие осадки, местами гололед. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в Одессе ночью 5-7 градусов мороза. Днем 0-2. По области ночью 5-10 градусов мороза. На севере до минус 15, днем от 3 мороза до плюс 2 тепла. 23-24 января сильные осадки ожидаются в северных районах области. Местами гололед, налипание мокрого снега, метель. Ветер восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов мороза. На юге плюс 1, днем 2-7 тепла. 25 и 26 января осадки прогнозируются в южных районах области. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5. Днем от 0 до 5 градусов тепла. В период сложных погодных условий безопасность дорожного движения во многом зависит от технической исправности и готовности автомобиля к эксплуатации зимой, напоминают в патрульной полиции. Отсутствие или игнорирование ремней безопасности, летняя резина, несвоевременная замена масла – эти и другие факторы могут стать причиной ЧП на дороге. Такую процедуру, как обязательный техосмотр автомобиля, отменили. Однако водители сами должны понимать, что неисправность авто может стать причиной серьезного происшествия и травмирования или даже гибели людей, которые оказались рядом. Мы не проводим технического осмотра автомобиля, мы всего лишь напоминаем и рекомендуем о том, что необходимо, чтобы водитель выехал в хорошем состоянии здоровья, чтобы транспортное средство было технически исправно. И тот перечень, который основной, да, то есть это стеклоомыватели, это фары, которые должны работать, это резина зимняя, напоминаем о ремнях безопасности и о общем техническом состоянии автомобиля. Но это все на совести непосредственно владельца автотранспортного средства. Если за частный автотранспорт отвечают только его владельцы, то техническое состояние патрульных автомобилей в обязательном порядке контролируют специалисты. Это системная работа, то есть у нас есть штат сотрудники, которые непосредственно следят за техническим состоянием автомобиля. То есть, понятное дело, что идет сразу период, когда необходимо заменить резину с летней на зимнюю, проводится сразу же. Ну и состояние автомобиля также следим, следят, контролируют все, что необходимо, и замена масла, и ремонт автомобиля. За этим смотрим, ремонтируем, чтобы это было прежде всего безопасно, потому что автомобили работают порой круглосуточно, поэтому следить за ними необходимо постоянно. Экипажи патрульной полиции также контролируют ситуацию на ряде дорог области и в случае необходимости передают информацию в соответствующие службы. Наше направление – это и Одесса-Рене, это Киевское направление, это Николаевское направление, поэтому экипажи есть, смотрим, подтягиваем технику, передаем информацию в дорожные службы о том, где необходимо провести зачистку проезжей части, чтобы не было скользко. То есть, в данный момент поставлен акцент на подъем и спуски на автодорогах, потому как это сложные участки, и если там насыпать снег будет скользко, соответственно, это могут быть ДТП, это могут быть проблемы движения транспорта. Нередко на дорогах происходят происшествия, в которых страдают дети, физически либо психологически. И тогда полицейские стараются успокоить испуганных малышей, а лучший способ это сделать – подарить игрушку. «Мягкая радость» – так называется бессрочная акция, которую сотрудники патрульной полиции начали еще летом. За несколько месяцев они уже подарили маленьким одесситам немало игрушек, которые принесли жители города. Одесситы приносят нам игрушки детские, те, которые уже детки выросли, игрушки дома не нужны, да и, в общем-то, ей жалко их, конечно же, выкинуть. Поэтому мы собираем эти игрушки, затем сеть химчисток помогает нам. То есть, игрушки проходят очистку, обработку и запаковываются. И затем уже эти игрушки мы раздаем в патрульные автомобили. Подарки нередко получают также мальчишки и девчонки, родители которых вызывают полицию в случае семейных разборок или конфликтов с соседями, говорит начальник пресс-службы. Многодетная семья, позвонили, пожаловали, что рядом гуляет компания, то есть шумно и мешают деткам спать. Дети напуганы и встревожены. Патрульные прибыли на место, поговорили с компанией, попросили их не шуметь, провели профилактическую беседу, также успокоили родителей. Малышня получила свои подарки. Дети были довольно счастливы, пообещали вырасти и прийти к нам служить в патрульную полицию. И эту свою непредусмотренную уставом миссию сотрудники патрульной полиции выполняют с удовольствием, подчеркивает Алла Марченко. Стараемся сгладить конфликты не только штрафом, протоколом, но и вызвать улыбку на лицах детей. Если у кого-то есть игрушки, то в принципе Королева 5 можно прийти, внизу есть ребята, которые дневальная дежурная часть, могут оставить одесситы эти игрушки, а мы уже поблагодарим и запустим их дальше в работу, и затем уже к деткам отправим. Калятки, песни новогодние, рождественские и просто о зиме в исполнении хоровых коллективов и солистов прозвучали в переполненном зале Литературного музея в последний день рождественских праздников. Концерт под названием «От Николая до Крещения» был посвящен Дню Соборности Украины, но его по праву можно назвать творческим вечером автора и исполнителя Ларисы Козловской, которая написала и слова, и музыку к произведениям, которые звучали в рамках концерта. Писать музыку она начала не так давно, рассказывает Лариса Алексеевна. Пишет Лариса Козловская не только музыку, но и стихи, причем на разных языках, рассказывает она. Например, для польского хора на польском языке я написала калятки тоже. Я еще и на английском языке пишу, на украинском языке пишу, на русском, на польском, на испанском. Я не думаю, что для современного человека, который живет в открытом обществе, это большая проблема. Увлекаясь народным творчеством, около трех лет назад член общественной организации «Интеллектуальный форум» Лариса Козловская создала хор «Казатьский кола», к участию в котором, по ее словам, привлекла людей разных профессий. Медики, учителя, библиотекари, заведующие библиотек, заведующие медицинскими отделениями, кандидаты наук, юристы, историки. Те люди, которые понимают, что помимо основной какой-то деятельности нужно делиться с людьми еще творчеством, нужно наполнять этот мир какой-то гармонической составляющей и самим становиться лучше. Все они люди разных профессий, которые просто любят петь, говорят участники народного хора «Казатьский кола». По профессии я педагог, преподаватель английского языка. А привела меня туда любовь к народной песне. Народную песню мне пели мои бабушка, прабабушка. Они привели мне любовь к украинскому языку прежде всего, но и к народному фольклору, это во вторых. И я с удовольствием, с большим удовольствием хожу на наши занятия. Это мне дает такое вдохновение, такую радость и надежду на все хорошее. За фахом я лікар, герудотерапевт. Я очень люблю украинскую культуру, это меня надихает, мне помогает идти по жизни в здоровом ритме и в яскравом, особенно эти свята зимови. Просто это бальзам на сердце, на душу. И людям нести уцей великий насиченный колорит украинской культуры, украинских разных песен, разных желаний. Поддержали Ларису Алексеевну и самые близкие и родные люди, дети и внуки, рассказывает дочь создателя хора. Неудивительно, что дочь и мать часто выступают вместе и не изменили этой традиции и на концерте. Участие в этом творческом вечере приняли также лауреаты различных международных, всеукраинских и городских конкурсов и фестивалей, в том числе победители конкурса чечецов и декламаторов «Зодота Хвиля», организатором которого также была Лариса Козловская. Я декламирую стихи, выступаю на концертах, в особенности Ларисы Алексеевны вместе с казацким колом и пишу свои стихи. Зерква в небе засветится, в сердце надеи запалить погонь, в душах вера залишится, с радостью подняты в горы головы. Концерт Николая Крещению завершил череду праздничных мероприятий января и был первым, но вероятно не последним, авторским концертом Ларисы Козловской, способной увлечь и повести за собой людей, которые любят искусство и творчество. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, будьте здоровы и оставайтесь с нами.